Вопрос Вопрос, который возник у первых страстных читателей книги Их личный мозг, в общем, которому она была отчасти посвящена Значит, как всегда, много недостатков в книге Но это обычное дело Потому что, как известно, делать замечания можно научить и шимпанзе А вот создавать что-нибудь не очень В общем, как в знаменитом фильме про Штирлица Мюллер говорил, по-видимому, рассказывая про ЦК ВКПСС О том, что отдавать ценные указания можно научить и обезьянам А вот что-нибудь делать, боюсь, что нет По этой причине в книжке, конечно, многие вещи не освещены И не только из вредности Поскольку, может быть, будет сделано и второе издание Может быть, у меня хватит дыхалки Но и по другим причинам Потому что не все знания надо сразу всыпать в одну голову А то она может не выдержать Надо постепенно Ну, как известно Наш великий русский писатель Который в истории Глупове Истории одного города Проглупов описывал Он сказал, что Любимую фразу многими экономистами, философами О том, что просвещение Надо вводить постепенно По возможности Избегая кровопролития Совершенно верно Вот именно этим я и отчасти занимаюсь Продолжая традиции Классической русской литературы Так вот, что хотелось бы узнать вдумчивым читателям Об этой самой книжке То, чего там нет А как вот получать знания Такой простой детский вопрос Ну, знания – это знания Понятно, их можно получать разными способами Эти самые знания Ну, например, можно прийти в Санкт-Петербурге В котором я сейчас нахожусь И нахожусь я в таверне Гроле Надо четко об этом сказать А то некоторые скрывают, где она находится Я не скрываю И поскольку я сюда хожу много уже лет Когда бываю Я считаю, что это одно из самых приличных мест Вот, например, можно получать образование Посещая различные музеи Или выставочные комплексы Вот недавно открыт в Санкт-Петербурге Такой замечательный музей С большой подводной лодкой внутри И пока она является единственным экспонатом Но красивым Вот вы сейчас видите на экране И таким образом накапливают некоторые знания Из музейных экспозиций Из выставок зоологического, например, музея Или даже из имитационных потемкинских деревень Типа вот бизнес-центра Пулкова Где 18 век сделан из чистой Прессованного ДСП Покрашенного в духе 18 века Это вы тоже видите на экране То есть это знания Они такие складываются кусочками маленькими Ну классический пример Это детское обучение Потому что детей-то не заставишь Систематически что-то изучать Ну как, если вы начнете детям рассказывать Что-то про царя Хамурапи Ну глупо Потому что они, во-первых, не знают вообще ничего И попытка эволюционного такого Развития как бы человеческой мысли В детских головах Пока еще не укладывается Когда особенно начинают там 7, 8, 9 лет Ну это как изучение древних языков Абсолютно никчемных В старых гимназиях Что некоторые наиболее полоумные лингвисты Пытаются внедрить опять По-русски бы научились Вы почитаете, уважаемые господа филолухи Почитайте смс-ки Почитайте переписку в телефонах На три слова 8 ошибок Это вас не смущает Может по-русски сначала научить детей Разогнать это все ЕГЭ Всю эту американскую систему тестирования И заняться чем-то другим Классическим обучением Переписать учебники Как следует Или взять старый раз Ума не хватает А его явно не хватает Показывает мой опыт Общение с институтом русского языка Ну это к слову На самом деле Если говорить о образовании То есть как бы Два варианта Для детей больше подходит Когда им предлагают Заняться разными делами То есть показать Что существует в мире Вот такое занятие Вот такое занятие Вот у вас в своей книжке В том числе Личный мозг Привожу Пример с Дарвином и Жуками Дарвин не главный Специалист по Жука Просто он был таким балбесом Что пихал Вонючих Жуков в рот Чтоб не утратить ценный материал Это достойно поощрения Но вообще-то Жуков Собирают все мальчики Так или иначе Вот хотя бы с помощью Кабулка собственно Кроссовки Дело-то в том Что у детей Существует фрагментированное Представление о мире Какое в рамках Того восприятия Которое Вокруг них происходит Поэтому они такие кусочки Как бы изучают Природы Растений Жуков Людей Маленькие И если им что-то понравится Почему я говорю о том Что надо предлагать Ну понравится Например тех жуков Собирать Замечательно Ну вот надо соответственно Это там поощряя Если он действительно Проявляет интерес А иногда и ставя Искусственные препятствия Перед ребенком Чтобы его желание Было затруднено И требовало Некоторых усилий Если он идет На преодоление Этих самых препятствий То значит Это его настоящее желание Самый простой способ Как известно Я сам им пользуюсь Даже со взрослыми Дядями и тетями Создаешь условия В которых они должны Например пожертвовать Колбасой То бишь зарплатой Для решения Своих научных задач Если они решаются Не надеясь на то Что это вернется То это интерес настоящий Конечно Надо все компенсировать И поощрять А если малейшее сопротивление Вызывает свино Рыльный виск Как у нас В большинстве Научных учреждений Мы не будем этим заниматься Поскольку нам за это не платят Правильно все говорят Платить надо Но для проверки Конкретного Желания человека Заниматься тем или иным делом Вполне подходит Так вот Таким образом У детей Лучше всего Развивать интерес К жизни И так сказать Приобретение знаний Когда они собирают Маленькие кусочки Тем более это естественно Им это интересно Это интересно Это не интересно Ну и таким образом Во-первых Можно выбрать То занятие Которое им лучше всего Идет То есть иначе говоря То занятие К которому Их мозг Наиболее предрасположен И после этого Можно сделать следующее Попытав их немножко То есть Когда вы увидите Что это настоящее занятие Это вызывает интерес Тогда эти кусочки Немножко поощрять Там свозить их В соответствующий музей Может быть записать Даже в какой-нибудь Кружок Клеоптерологов Любителей жуков И так далее То есть Показать Как это оформляется Как хранится Как исследуется Самое начало Тогда это может стать Действительно В том числе Или Всем жизненным интересом Или даже Профессиональной деятельностью И тогда Когда это Займет Примерно Половину памяти Растущего человеческого мозга А это вот часто бывает Если ребенок Целенаправленно занимается Там уже В 10-12 лет И Решает Идти на свидание С девушкой Конечно Это очень важно Потому что Гормон это действует Или все-таки Пойти на Заседание Энтомологического Кружка И попытаться Поменять Своего там Не очень любимую Свою не очень любимую Бабочку На очень ценного Заграничного жука Это Тоже доминантность Понятное дело Но Это создает Смысл жизни И это Стоит отметить И вот Если из таких Маленьких кусочков Складывается Некая картина мира То тогда Можно приступать К неким Обобщением То есть Предложить Книги Предложить Место Где могут Послушать Я например В детстве Ездил Сначала В педагогический Институт А потом В МГУ И слушал Лекции Участь в школе Профессиональных Тех же самых Антомологов Зоологов Потому что Мне это было Интересно Это Начинает Систематизировать Знания И тогда У ребенка На базе Уже имеющихся Разрозненных Разрозненных Осколков Лично Приобретенных Знаний В поле На улице На даче На подоконнике Среди Находит Подтверждение Своему Личному Опыту И он Его Начинает Объяснять Что крайне Важно А с другой Стороны Этот опыт Начинает Укладываться В глобальную Систематическую Картину Мира На которой Стоит Та или иная Наука Это не важно Чем он занимается Жуками Физикой Математикой Еще чем-то Но Разнорозненные Кусочки Объединяются И он Становится Тем самым Профессионалом С молодых Ногтей Которые Так ценятся Но есть Другой путь Есть другой Путь Он К сожалению Абсолютно Не пригоден Для Детского Возраста Это когда Создается Целая Система Огромная Система Знаний Которые Начинаются С базовых Представлений И С базовых Конструкций Это очень часто Практикуется В университетах И если Человек Не обладает Никаким Опытом Интересом Знаниями Из кусочков Его детства То ему Конечно Тяжело Ну Начинают Сразу Вкладывать В голову Глобальную Теорию Там Ну например Там С времен Вавилонских Или там Шумерских Артефактов Которые Связаны С письменностью Пытаются Лингвистическую Конструкцию Мира Построить Как бы От корня Это хорошо Иногда Это срабатывает Но Большинство Даже Студентов Малых Курсов Они Не способны К такому Системному Восприятию Намного Лучше Было бы Рассказать Всякие Интересные Истории Про Шумеров Про Хамурапи Про Египет Про Особенности Письменности Клинописи И так Далее Чтобы Было Интересненько И тогда На базе Фрагментарного Интереса Опять же Как в детстве При собирании Жуков Можно потом Предложить Объединяющую Теорию Или гипотезу Вот это Является Разумным Подходом А когда Пытаются Дать Теорию Чтобы Вложить В общем В юношеский Мозг А потом На нее Нанизывать Фактологию Это обычно Получается Довольно Плохо Потому что Даже студенты Воспринимают Это Совершенно Иначе Они Воспринимают Как попытка Принудительного Навязывания Системы Представлений И Принудительного Подтверждения Их Существования Полюбовавшись Военными Фортами Прошлых Веков Мы можем Перейти К продолжению Нашего Разговора Возникает Вопрос А Каким Образом Нам Перестроить Систему Образования Чтобы Все-таки Она была Более-менее Естественной А не Изучение Греческого И латинского Языка То есть Не впасть В новую Эпоху Идиотизма Который Судя по всему Нам пытаются Сейчас навязать Альтернативщики ЕГЭ Потому что Что в альтернативе То Вы посмотрите Даже 50-е годы Что было В аттестате Зрелости Вот Перед вами Это сейчас Аттестат Посмотрите Там Там Знания-то Какие Были Да Там Была Конечно История СССР Да Там Была Общая История Но Посмотрите Сколько Прикладных Технических Наук Которые Собственно Говоря В 60-е 70-е Сделали Имя Нашей Стране В области Технологии То есть Иначе Говоря Нужно Пересматривать Систему Образования Не только ЕГЭшную Которая Погубила Наше Образование Вот В начале 21-го Века Но и Классическую Которая Уже Была Непригодна На самом Деле Где-то В 60-е 70-е Годы Она Уже Себя Изжила Надо По-другому Строить Вообще Педагогический Процесс Не от Общего Частного А от Частного К общему Так Как Устроен Мозг У ребенка И только Тогда Мы добьемся То, что Восприятие Будет легким Естественным А систематизация Знаний Будет Необходима Ребенку Для того, Чтобы их Упорядочить Да, конечно Мои все Эти рассуждения Они Не очень Как бы Ложатся На книжку Личный Мозг На самом Деле Это просто От Недопонимания Дело В том, Что В этой Книжке Я рассказываю Как самому Изменять Мозг Но От вас Зависит Как вы Будете Строить Своё Познание Мира Ну Или Ваши Дети Если У вас Хватит Ума Руководить Их Интеллектуальной Активностью Их Развития Ну Что Маловероятно Конечно Как вы Понимаете Тем не менее Не сказать Этого Нельзя Поскольку Наш Процесс Образования То есть Получение Конкретных Знаний И их Затем Обобщение Систематизации Должен Соответствовать Очень Простому Человеческому Принципу Законам Развития Центров Головного Мозга Которые Это Всё Должны Воспринимать Если Это Идёт С нарушением То Тогда Происходит Тот Самый Когнитивный Дисбаланс Как любят Поговорить Болтливые Психологи Который Приводит К тому Что Ребёнка Не хочет Не то Что Учиться Он Вообще Ничего Не хочет Вот Это Вот Нежелание Знать Ничего Оно Возникает Как раз Из-за Глубочайшей Ошибки В построении Педагогического Процесса Освоение Знания Неважно Где В школе Или дома В университете Или в подворотне Это не имеет никакого значения Имеет значение Механизм Накопления Если он естественно Идёт То мы получаем Один результат Если он идёт Естественно И с коррекцией Рассудочной Разумной Когда этим занимаются Не идиоты То мы получаем Очень хороший результат И ещё Другой вариант Он идёт Исключительно С помощью насилия Как в школах Привилегированных Англии Где Розгами Секут По пятницам Это просто Получается Идиотизм То есть Короче говоря В 21 веке Пора Перейти К системе И самообразования И самовоспитания И детского воспитания И студенческого Воспитания И образования На основе Естественных законов Развития мозга У меня эти законы Изложены В книжке Морфология сознания В двухтомнике Кому надо Тут почитать Повторять И пересказывать Я их Не хочу На этом Уважаемые слушатели До свидания Вам Большой привет Из Северной Столицы До свидания Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова